Чарльз Джемисон, запутавшийся во времени. То, что случилось в феврале 1945 года, не поддается объяснению, словно из ниоткуда появился человек, взбудораживший своим рассказом военные ведомства США и Великобритании, и заявивший при этом, «Я не знаю, как это произошло». Это событие произошло более полувека назад, 11 февраля 1945 года в 2 часа 20 минут ночи. К вестибюлю Бостонского военного госпиталя по двой сирены подкатила машина скорой помощи. Из нее санитары вынесли раненого мужчину в странного вида в военно-морской форме. Дежурной медсестре один из них отрывисто бросил. «Этого парня зовут Чарльз Джемисон, так и скажете врачам». Пациент был настолько плох, что та лишь машинально кивнула, занятая осмотром. Больной был в коме, парализован. На ногах и на спине у него имелось несколько осколочных ранений, которые уже успели загноиться. На вид таинственному мужчине было около 45 лет. Медсестра вызвала бригаду реаниматологов, а сама поспешила узнать хоть что-то о пациенте, чья жизнь висела на волоске. В изорванных карманах костюма того не было никаких документов. Однако санитары и машина бесследно исчезли. Более того, через несколько дней выяснилось, что ни одна из городских служб скорой помощи не направляла в госпиталь в тот день ни одного больного. Кроме того, машины, названные сестрой Марки, не использовались в качестве каретных отложек ни военными, ни гражданскими службами Бостона. Полиция опросила всех водителей и санитаров подобных автомобилей, а также показала их фотографии медсестре. Девушка не опознала ни одного из них. Дело в том, что такой поспешный отъезд, больше напоминавший бегство, показался медсестре странным, и она позвонила в полицию. Правда, полицейские приехали только на утро. К этому времени Джеймис он уже был успешно прооперирован, но сознание к нему не возвращалось. Прибывшие детективы внимательно осмотрели одежду и тело пострадавшего. Кители-брюки, хоть и были несомненно форменной одеждой моряка, оказались не американского производства. Морские татуировки, украшавшие руки Тор Джеймисона, также не смогли пролить свет на место службы Чарльза. На обоих предплечьях красовались одинаковые и очень искусно выполнены скрещенные американские и британские флаги на фоне соединенных сердец. Лечение лечением, но выяснить личность едва живого человека было необходимо. Расследование стояло на месте, и полиция запросила помощи у ФБР. Прибывшие агенты сняли отпечатки пальцев пациента и послали заброс в МВФ США, а также в торговый флот. Ответ пришел неожиданный. Морские службы единодушно отрицали причастность Джеймисона к их ведомствам. Тем временем таинственный больной медленно пошел на поправку, вышел из комы, его отпустил немного паралич, раны хорошо заживали. Однако моряк молчал, и это молчание очень волновало врачей. Вот уже полгода он сидел в своей качалке и безмолвно глядел в окно. 15 июля завершилось полицейское расследование дела Чарльза Джеймисона. Оно было закрыто в связи с невозможностью установления его подлинной личности. Исходя из форменной одежды и татуировки на плечах, был сделан единственный вывод. Джеймисон являлся моряком. Еще два года пациент молча сидел в инвалидной коляске около окна, неподвижно созерцая городской пейзаж. Но вдруг августовским утром Чарльз обратил внимание на медсестру, которая проветривала палату. И, счастливо улыбнувшись, с отчетливым британским акцентом, произнес. «Я не знаю, как это случилось. Я просто не знаю». К таинственному пациенту тут же был приглашен сам начальник госпиталя, доктор Оливер Уильямс. Не зная, как долго больной сможет разговаривать, доктор незамедлительно начал беседу, в ходе которой Джеймисон стал рассказывать о невероятных вещах, вроде бы совершенно недоступных человеку, его положении и образовании. Так он очень подробно поведал о премьер-министре Великобритании Бенджамине Дизраэле 1804-1881 годах, как будто лично знал его. Затем стал вспоминать о походах Наполеона. Особенно детально описывая сражения 1805 года под Аустерлицем, доктор Уильямс немедленно связался с главой британской информационной службы сэром Элтоном Баркером и пригласил его к феноменальному больному. Тот прибыл немедленно и поговорил с Джеймисоном о крупных победах британского флота, вытащил из портфеля ворох рисунков и вручил их пациенту. Тот начал просматривать их. Через некоторое время он бросил на кровать один из рисунков и сообщил потрясенному Баркеру, что морские шевроны на нем нарисованы неправильно. Пациент оказался прав. Сэр Элтон специально изменил рисунок морских шевронов времен Первой мировой войны. Кипа фотографий английских военно-морских бас и кораблей Джеймисона поначалу и вовсе не заинтересовала, пока он не наткнулся на изображение королевского морского склада боеприпасов. «Я здесь был!» — воскликнул он. «Это в Лунда, десер, морской склад!» Но удивительный пациент не мог видеть это здание в изображенном на фото виде. Снимок был сделан 60 лет назад, а Джеймисон признался, что ему всего 49. Но случайность пришлось отбросить, когда Чарльз вдруг начал убедительно и с подробностями говорить о морской артиллерийской школе в Госпорте, существовавшей в 1850 году. Он написал помещение школы, учебные пособия. Слова моряка позднее полностью подтвердились, когда Баркер изучил соответствующие документы. Затем Баркер вручил Джеймисон у каталог боевых кораблей 1900 года издания. Найдя снимок линкора «Беллерафон», моряк заплакал и воскликнул. Я плавал на борту этого знаменитого корабля. Я попал в его команду, когда Беллерафон только сошел со стапеля. Мы взяли боевой курс на Ютландию. Выяснилось, что Джеймисон участвовал в роковом для Великобритании сражении у Ютландии. Он был в секретной миссии конвоя. На эту тему пациент особо не распространялся. Было видно, что он, как и другие моряки британского флота, стремился забыть о позоре, настигшем их 31 мая 1916 года, ух берегов Ютландии. Он кратко рассказал о ходе боя, но наотрез отказался говорить о британских потерях. Если какие-то наши корабли затонули, я этого не видел. По ходу разговора выяснилось, что Джеймисон не знает, что Первая мировая война закончилась в 1918 году. И что началась и закончилась также Вторая мировая. Дальше стало еще интереснее запутанней. При попытке выяснить, что означают татуировки на предплечьях у моряка, оказалось, что тот служил на знаменитом парусном трехмачтовом клейпере Катисарк. Все моряки этого корабля имели этот знак, который символизировал военную дружбу США и Великобритании. Разбирательство Баркера позволило навести самые тщательные справки о Катисарк, который был спущен на воду в 1869 году в Шотландии и вместе с другими парусниками занимался перевозкой чая. Но даже самый быстрый клипер не мог соперничать с пароходами. И поэтому уже в 1872 году Катисарк был перенацелен на перевозки английской шерсти. Затем судно купила одна фирма в Лиссабоне. Пока ФБР и глава Британской информационной службы тщетно разбирались в прошлом пациента, в британское консульство в США обратился американский морской офицер, который ранее служил на транспорте «Леджен». Его внимание привлекла заметка в газете о таинственном моряке из бостонского госпиталя. И он предложил дипломатам проверить судовые документы своего корабля, утверждая, что помнит моряка по фамилии Джиммисон. Происходило все это в 1945 году. Эксперты из американской службы иммиграции подняли соответствующие документы и обнаружили в них странную запись. Там говорилось, что Чарльз Вильямс Джиммисон был подобран на борт транспортного «Леджен» 24 января 1945 года в Атлантическом океане. Транспорт шел из Саутгемптона в Бостон, куда и прибыл 9 февраля 1945 года. В документах обнаружилась странность. Все записи были отпечатаны на машинке, а данные, касающиеся Джиммисона, написаны от руки чернилами. По этому поводу расспросили бывшего капитана Леджена. Он тоже удивился, но ничего не смог пояснить. Это было против всех правил писать от руки. Капитан был убежден, что запись сделали позже. К тому же, заметил капитан, непостижимо, как Джиммисон умудрился продержаться так долго в холодной январской воде Атлантики. Причем поблизости не было ни судов, ни их обломков. На этом мистические прыжки во времени не закончились. Официальная запись гласила, что Джиммисон был военнопленным, подобранным в открытом море. Автор записи, однако, никак не пояснял, как Джиммисон попал в море и как долго он пробыл в воде, пока его не подняли на корабль. Когда доктор Уильямс показал Джиммисон снимки Леджена, тот только равнодушно скользнул по ним взглядом, ничего не сказал. Пришедшая затем информация еще больше запутала дело. Доктор Уильямс запросил историю Кати Сарк в регистре Ллойда. Среди документов оказался рапорт о том, что 10 июля 1941 года немецкая подводная лодка Ю-24 заметила трехмачтовое судно с надписью «Кати Сарк» и приказала ему лечь в дрейф. Вместо ответа Клиппер дал по лодке залп из восьми бортовых орудий. Через минуту торпеда, выпущенная фашистской субмариной, отправила парусник на дно. Экипаж подлодки вытащил одного матроса, барахтавшегося среди обломков, на борт. Им оказался моряк Чарль Джиммисон, которого привезли в порт и, как было указано в рапорте, отправили в лагерь военнопленных в Бельгии. Прошло еще несколько месяцев. Однажды Чарль схватил блокнот и быстро написал слово «Хинэмоа». Это было название еще одного корабля, на котором он служил. Джиммисон вдруг вспомнил, что «Хинэмоа» была грузовым судном, увозившим нитраты из Чили в британские порты. И он был на борту, когда его потопила немецкая подлодка. Регистр Ллойда действительно хранил информацию об этом маленьком сука-грузе. И здесь опять появилась нестыковка. Судно пережило Вторую мировую войну, но в 1945 году из-за сильного износа было отбуксировано в море и взорвано. Никто так и не смог понять, были ли откровения Чарльза Джиммисона плодом воспаленного воображения или же являлись реальным жизненным опытом человека, неведомым образом запутавшегося в сетях времени. Вплоть до 1975 года, когда таинственный моряк скончался, на вопрос, кем же он является, не смог ответить никто. Вот так, друзья, вот такие путешествия во времени удалось проделать моряку. Пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если вам понравилась тема. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok